Приветствую всех любителей шахмат. Совсем скоро стартует матч на первенство мира между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсоном. И в связи с этим я решил записать обзор партии будущих соперников. Данная партия была сыграна в Лондоне в 2017 году. Магнус играл белыми и пошел вперед конем. Черный предлагает перейти в сицилианскую защиту, но Магнус делает странный ход c3. Сарагосское начало. Итак, черный устанавливает пешку в центре доски. Карлсон играет d4 и после размена на поле d4 получается разменный вариант славянской защиты. Здесь Непомнящий избирает довольно редкое продолжение коня h5 нападая на вражеского слона. Белый отступает слоном на поле d2 и черный возвращает коня на f6 предлагая повторить позицию. Но вот продолжением е3 белый запирает своего чернопольного слона. С другой стороны они выгодали один тэп. После хода слон d3 черный также готовит рокировку в короткую сторону. Белый играет e4 и позиция трансформируется в положение с изолированной пешкой на поле d4. Создается угроза взятия на поле d6. Белый получает в этом случае преимущество двух слонов, поэтому Непомнящий отступает слоном на поле e7, вскрывает вертикаль для ферзя и давит на слабую пешку d4. Белый смело рокирует в короткую сторону, жертвуя пешку. Но вот брать эту пешку опасно, поскольку после массовых разменов они нападают на ферзя, а затем играют ферзя в 3, атакуя пункты в 6. И в случае размена на поле e4 у белых прекрасная компенсация за потерянную пешку. Два мощнейших слона, которые стреляют по королевской резиденции. Кроме того, слон и ладья черных вне игры. Скорее всего из-за этого варианта Непомнящий отказывается от взятия на поле d4 в пользу рокировки в короткую сторону. Белый теперь присматривается к пешке h7, угрожает бахнуть на f6, черный защищается продолжением a6. Устанавливает Карлсон ладью на линию d, поддерживая изолированную пешку и создавая рентген против черного ферзя. И здесь брать на поле d4 опасно, поскольку после этих взятий, опять же, белый играет слон c3. Затем меняется на поле f6, нападает на пешку h, в случае защиты королем, активизирует ферзя. И у них здесь мощнейшая компенсация за пожертвованную пешку. Ну и в этой ситуации Ян также проявляет осмотрительность и не забирает пешку на поле d4, а просто заканчивает развитие легких фигур. Белый делает профилактический ход a3, чтобы их не беспокоил вражеский конь. Черный устанавливает ладью на открытую линию, угрожает стукнуть на поле d4, поэтому белый перекрывает линию конем, а также уклоняется от размена легких фигур. А мы знаем, что при изолированной пешке, чем меньше будет фигур на доске, тем эта пешка становится слабее, поскольку ее не защищаются служивцы. Не помнящий намечает атаку на ферзовом фланге с идеей довести пешку до поля b4, нападая на коня, а также пешку a3. Скорее всего, белые будут вынуждены взять на поле b4, но тогда черные стукнут конем и получат отличный опорный пункт для этого коня, а именно блокадное поле d5 по арону Немцовичу. В свою очередь, чемпион мира строит опасную батарею против пешки a6 с идеей пожертвовать слона, раскрыть положение вражеского короля, а затем сыграть конь g5 с решающей атакой. Не помнящий демонстрирует уважение к данной угрозе и играет ладья e8 с целью защищаться ходом слон f8. Белые переводят ладью на полуоткрытую линию, черные делают профилактический ход слон f8, освобождают Карлсон место для своего ферзя на поле d2, ну а черные проводят штурм на ферзьевом фланге. После хода ферзь d2 непомнящий сыграл b4, размен на поле b4 и здесь Карлсон не стал уберегать своего слона, поскольку черные переводят коня на поле d5 и получают отличную позицию. А сыграл конь e5 агрессивно, позволяя черным поменять белопольного слона, что и делает я непомнящий. Итак, после взятия на поле d3 черный играет a5, белый переводит ферзя на поле f3 и присматривается к пешке f7. В их планы входит штурм g4, a4, а затем g5, вскрывая вертикаль ферзю. И черным необходимо было защитить свой самый слабый пункт ходом ферзи e7, но вместо этого непомнящий сыграл слон b4. И у Магнуса Карлсона была возможность красиво пожертвовать фигуру ходом слона h6 после взятия пешкой сыграть конь e4. Брать коня нельзя из-за того, что черный король получает форсированный мат, но в случае, если черный обороняется ходом слон e7, тогда белый вскрывает вертикаль для своей ладьи. После размена на поле d5 угрожает взятие на поле d7 ладьей с последующим ходом ферзи f7 и конь g6. А на защиту слона ладья c7 белый играет ферзи f4, затем могут сдвоиться по линии d с той же самой идеей пробить на поле d7. Здесь черным не унести ног. Но за доской чемпион мира не находит данную комбинацию и допускает ответную ошибку ладья e3. Непомнящий меняется теперь на c3 и нападает на ладью. Казалось бы белый здесь контратакует слона, но этот слон взмахнув хоботом словно волшебной палочкой возвращает слона в оборону королевского фланга. Белый образует форточку для короля и черным нужно было продвинуть свою проходную пешку со сложной борьбой и взаимными шансами. Но непомнящий провоцирует соперника на агрессию. Магнус Карлсон нападает на слона и после отступления играет c4. Ясно, что брать пешку на поле d4 нельзя. Белый в этом случае нападает на ферзя, а затем пробивает на поле a6 и подбирается к слабым полям f6, а также f7. Поэтому Ян стремится к размену опасного коня белых. Здесь Магнусу Карлсону необходимо было пойти c5. После размена на поле e5 у белых солидное преимущество защищенная проходная, в то время как пешка на поле a5 скорее слабость, нежели сила. И с этого момента чемпион мира Магнус Карлсон начинает допускать одну ошибку за другой. Он ставит коневую вилку, нападая на ферзя, а также пешку a5. Правда ферзь уходит на f6. И после взятия на поле a5 черный нападает на пешку c4, а также пешку d4. Защитить обе пешки не получается. Магнус Карлсон играет c5, но совершенно упускает из виду то обстоятельство, что ладья на поле a1 висит. И янь непомнящий проводит комбинационный удар ладья c5, используя данный рентген. Белый забирает на c5, черный пробивает на a1. Король уходит из-под шаха, и в этой ситуации черный временно выигрывает фигуру. Здесь Магнус мог спокойно перейти в несколько худшее, но вполне защитимое окончание, поскольку все пешки находятся на одном фланге, а слоны разноцветные. Но вместо этого довольно простого и логичного взятия, он допускает невероятный просмотр. Играет ферзь c6, нападая на ладью. И сейчас я вам предлагаю поставить видео на паузу, и самостоятельно найти, каким образом Янь непомнящий опроверг замысел чемпиона мира. Итак, я надеюсь, вы справились с данной задачей. Красивым ходом ферзя a4 черный проводят двойной удар. Они нападают на ферзя, защищают ладью, а также атакуют слона на поле f4. То есть, если белый забирает на b6, тогда черный просто остается с лишней фигурой. В партии Магнус Карлсон предпочел поменяться на поле a4, надеясь на свою проходную пешку, но эта пешка легко блокируется. На ход c7 черный играет f6, с идеей выбить чернопольного слона ходом e5. И после хода ладья b3 и конь c8, на 40 ходу Магнус Карлсон признал себя побежденным. Что же, это была довольно неровная партия с большим количеством ошибок. Напишите ваши мысли по поводу этой партии в комментариях, а также по поводу предстоящего матча на первенство мира. Ну и также не забываем поставить лайк этому ролику, если он вам действительно понравился. И до скорых встреч!